Всем привет! Это Вероника. Сегодня у нас будет немного странный формат видео, потому что отчасти это будет влог, отчасти это будет день со мной. Я покажу вам свою такую небольшую ежедневную рутину и разбор косметики. Если вам интересно, оставайтесь. В нашем случае утро начинается не с кофе, а с распаковки вот такого супер кухонного гаджета гриля от Scarlett. На сайте T-Mall 12 сентября открывается официальный магазин Scarlett, поэтому там будут очень большие скидки. Этот гриль будет продаваться со скидкой чуть ли не 60%. Все подробности акции читайте в описании. У меня в ушке тоже все очень интересно. Зачем ты рис-то грызешь? Потому что не кормят человека. К такому грилю нужно немножко приноровиться, у него есть свои особенности. В первый раз, когда мы его включали, нужно было его хорошенечко прокалить, промазать маслом. Но в целом это все не сложно и, знаете, такая дополнительная интересная семейная активность. Вот такие у нас получились стейки, полностью прожарились. Единственное, конечно, вообще гриль позиционирует себя как такие штуки для приготовления вкусной и полезной пищи, но для того, чтобы пожарить стейк, масло приходится использовать очень много. Я люблю есть стейки вот с этой приправой, с Simply Organic, копченая паприка, по-моему, это называется. Она дает тот самый вкус вкусного грильного мяса. Чистится гриль достаточно легко, но немножечко мудрено. У него такие съемные двухсторонние пластины. Сам гриль раскрывается на 180 градусов, то есть можно готовить сразу с двух сторон, но поморочиться с ним придется. И от себя могу сказать, что даже вот до конца я и не поняла, нужный это гаджет или нет. Но если давно хотели попробовать, попробуйте. В такие обычные дни, как этот, я занимаюсь всем понемногу. Это и ребенок, конечно же, и я сама, и, конечно, уборка. Утром я умудрилась повесить вот такие вот полочки в ванную. Не знаю, муж сказал, что ему не нравится, а я очень довольна, наконец-то разложила всю косметику, которая у меня есть. Еще я решила прибраться в детской, но тут прибежала Миланя и стала требовать играть. Где стульчик? Правильно. А где чайник? Чайник. Покажи чайник. Вот он. Вот он чайник. А где ложка? Покажешь? Ложка. Ложка. Да, это ложка. Правильно. А где шампунь? Шампунь покажешь? Шампунь для волос. Да, правильно. Это шампунь для волос. На самом деле мне очень нравится проводить время с дочкой, но просто любое дело растягивается по времени в десятки раз, потому что она требует внимания и постоянно приходится отвлекаться. Как ты волосы расчесываешь? Покажи. Вот так красиво. Да, какая прическа у Милуши. Давай я тебе расчешу волосы. Иди сюда. Как у нас тут почешено. То есть, например, такая простая вещь, как смена белья в детской кроватке, занимает у меня не 5 минут, а 45 минут. И так во всем. Стирка и сушка. Стирка и сушка. Этот процесс у нас проходит круглосуточно. Я не знаю, может быть мы какие-то особые чистюли или грязнули, но я постоянно что-то стираю, как енот полоском. Мелания у нас засыпает сама, без всяких укачиваний. Я просто подлавливаю ее состояние, когда я вижу, что вот еще чуть-чуть и она уснет. И в этот момент ее нужно положить, оставить ее наедине с собой. И она прекрасно засыпает. Мне кажется, я ее ни разу вот так на ручках особо-то и не таскала. Как-то ей это не очень нравится. Я перемещаюсь в нашу комнату, занимаюсь раскладыванием постели, потому что я люблю, когда она прибрана. Это делает комнату какой-то такой более собранной, более четкой. И нет желания снова рухнуть в кровать. Сегодняшнее утро я посвятила тому, что собирала галошницу из икеи. Я давно хотела ее купить. И вот наконец-то съездила, притащила и собираю. Я обожаю собирать мебель из икеи. Для меня это как своеобразное лего для взрослых. Но с этой штучкой мне пришлось повозиться. У нее какая-то мудреная инструкция. Куча дырок, куча палок, куча винтов. Но тем не менее я справилась. Хотя я думала, что я сделаю это гораздо быстрее. Главное не забыть убрать за собой все вот эти вот штуки. И теперь у нас в прихожей есть где сесть, где спокойно снять обувь, переодеться. В общем, я супер довольна. Из таких еще небольших вещей. Вот я обожаю все скручивать, раскручивать. Это у меня фанатство какое-то. Решила поменять вот такую выдвижную вешалку. Она у нас была в шкафу в коридоре. Я ее решила перенести в свой шкаф. И повесить на нее аксессуары, сумочки и такие штучки. Сидеть дома весь день скучно. Поэтому мы с Меланией отправляемся на прогулку. Она уже всячески старается сама обуваться. У нее не всегда это получается. Но главное отдать ей время и она научится. Мы сейчас съездим в садовый такой магазин. Я хочу купить новый цветочный горшок для своих растений, которые мне приехали с шампунями шаму. Такие они красивенькие. Как они правильно называются? Суккуленты или что такое? В общем, такие странные штучки, похожие на ежиков или на какой-то алоэ. Так что сейчас съездим за цветочным горшком. И потом пойдем прогуляемся, потому что погода просто чудесная. Автолюбители за рулем. Ты чего такое вытворяешь? Ну, с другой стороны, папа, мама, бабушка, дедушка все водят. Как тут не водить машину, да, Мелани? Что ты там нажимаешь? Музыка? Класс! Вот это да! Музыка? Что это? По моему лицу понятно, как сильно я люблю проводить время в песочнице. Но, тем не менее, еще одну свою небольшую мечту исполнила. Купила вот такую полочку для косметики из Икеи. Давно на нее присматривалась. Этот ящик я вам показывала в видео про уборку. У меня в нем всегда жуткий раскордаш. И я решила навести в нем, наконец-то, порядок. Я вытаскиваю все, что было внутри. И начинаю жесткую сортировку. Честно отвечаю себе на вопрос, буду я пользоваться этим продуктом или не буду. Нужен он мне или не нужен. Оставлю я его или не оставлю. Через меня проходит огромное количество продуктов. И я сейчас приняла решение оставлять только самое-самое лучшее для меня, любимое для меня. Потому что жизнь одна. И просто хранить, копить эти банки круглосуточно, это, ну, невозможно. Это занимает очень много места. И просто продукты протухают. Так что вот это все передается в последующие добрые руки. Мусяк. Я приступаю к второй части ящика, где хранятся всякие продукты для тела, всякие масла, какие-то губки. Ну, эту часть ящика я чистила довольно-таки недавно, поэтому здесь выбрасывать особо нечего. Тут я много продуктов люблю. Но, тем не менее, все равно как-то хочется оставить самое-самое любимое. В общем, у меня покидает это масло от Карита старое и чистая линия гель. Самая моя любимая, самая моя главная полочка. Это мой ежедневный уход. Я сейчас стараюсь использовать не так много продуктов. Ну, вы понимаете, у меня профдеформация. Для нормального человека это может быть много. Для меня это такой супер минимум. Раньше у меня было еще больше всего. Сейчас я начатую косметику, которая мне чем-то не подошла, или отдаю, или если продукт мне нравится, но как-то вот сейчас не время, я его оставляю в запаснике. Вот это я все убираю и буду пользоваться этим попозже или там что-то отдам маме. У меня есть вот такой вот лоток. В нем находится декоративка. И я поняла, что у меня сейчас нет времени садиться с толком с расстановкой, тестировать косметику. Поэтому я приняла решение все бьюти-новинки запихнуть к себе в ванну, потому что крашусь я в основном сейчас здесь. Ну и, соответственно, отсюда буду продукты доставать, тестировать и показывать вам. Ну что, девчонки, мой сегодняшний день подходит к концу. Я не знаю, что вообще получится с форматом такого видео, потому что это и не совсем влог, и не знаю, просто какая-то такая моя зарисовка за жизнь. Такой один день. Что я не снимала? Я не снимала то, как мы принимали ванну с дочкой. Ну и точнее, она принимала ванну, а я продолжала разбирать баночки, играть с ней. Я не сняла наш ужин, который состоял из тушеных овощей и рыбы. Это был хек. Но закончилось все тем, что дочка съела пять фруктов, няня конфет. Я тоже съела пять конфет. И все мое диетическое питание, которого я придерживалась весь день, пошло просто на смарку. Безумная усталость. Я сейчас... У меня как-то так попадается много информации, или я... Выцепляет мой мозг много информации про ресурс, про женский ресурс. И с одной стороны, это все такая профанация, это все такие вот эти вот автотренинги. Но на самом деле, мы сейчас очень быстро и не по-человечески живем. Человеку нужна природа, человеку нужен размеренный образ жизни. И что интересно, я смотрела какого-то интересного автора, и он рассказывал, что... Господи, по-моему, это даже была книга «Сапиенс. История человечества». И там вот было очень интересно написано, что наши предки, они работали-то гораздо меньше, чем мы сейчас. Ну, собирались они с утра, кормили своих детишек, выходили из пещеры, потом они вместе с подружками шли в лес, ковыряли там что-то палочками, щебетали друг с другом, приходили дальше, общались. То есть у них больше день был такой, знаете, это... Лагерь такой, пионер-лагерь. Не убил тебя суровый и соблезубый тигр, уже повезло. А у нас сейчас, конечно, с одной стороны все очень легко, а с другой стороны психологически очень-очень сложно. Меня, конечно, спасает Катя, меня спасает моя подружка Таня, конечно же, муж меня пытается спасать, но он сам просто безумно устает, и мы вот с ним как-то тут на выходных сидели, и я говорю, слушай, вот ты что, это вот есть жизнь, это вот смысл вот в этом, как бы с утра вообще находиться в коматозе, вечером друг с другом находиться в коматозе и жить от субботы до субботы. Это совсем неправильно. Ужасная усталость. Я не знаю, что с этим делать. Может быть, это и есть, конечно, кризис первого года ребенка, и может быть, именно поэтому нужно рожать детей в 20, а не в 30, как это сделала я, но как получилось, как получилось. Вроде бы и образ жизни у меня такой классный, занимаюсь я исключительно любимыми делами, но эти любимые дела отнимают просто кучу сил, и где черпать свой ресурс, я не знаю, потому что для многих других людей я просто зажралась, например, в понедельник, чтобы вы понимали, я это видео снимаю в среду, в понедельник я ходила в салон, делала волосы, после этого я поехала на часовой массаж, в это время там мои родители сидели с моей дочкой, с их внучкой, то есть, в принципе, как бы, ну, должна уже была отдохнуть, как бы, сколько можно, но, видимо, мой ресурс просто вот как бездонный колодец, я в него пытаюсь набрасывать приятные встречи, общение, книги, впечатления, но, видимо, мне нужно что-то совсем другое, и походу надо расчехлять свой загранпаспорт и ехать куда-то к морю и вообще что-то с этим делать. Вот, девчонки, такие мои мысли, напишите мне, как у вас дела, устаете ли вы, может быть, действительно я как-то зажралась, а может быть, у вас тоже что-то такое. Меня, конечно, очень везет, я очень счастливая, что у меня семья, дочка, все вообще прекрасно, глобально все прекрасно, но это все на фоне какой-то невыспавшисти, усталости и чувство, что ты хочешь и можешь делать больше, но у тебя это не получается. Вот, девчонки, такое сегодня было видео. Я вас люблю, целую, обнимаю и хочу пожелать вам всего самого лучшего. До встречи на моем канале. Пока-пока.